перерывчик аптечка в описании такое было так задрела один пистолет у меня к патроны спизить один патрон блять это пиздец конечно так и термака а если вот он и поменять блять и рюкзак не посмотреть такой же походу или нет нет с точкой смотреть прикольно этот без точки и вот это за прикольные с точечкой неплохой такой еще патронов то два патрона лишь пиздец и сохраняется еще бы сына сука сейчас сохранение доступа я блять сохранялся тихонько свет весь газ чуть что собирает ну сука забирай весь хабар это я не знал куда гасим печку так записка блокнот блять карта пыли дневник служебная записка памятка так это мы смотрели так блокнот это мы смотрели про стража запечаток пыли дневник шура служебная записка это мы знаем памятка вот это памятка наверное это то что сейчас нашли ну-ка памятка внимание у всех сотрудников особой службы охраны системы щит в текущем квартале участились случаи попытки прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами из нехарактерных демографических групп женщины старики подростки это доказывает высочайшую эффективность действия особой службы охраны не оставляющей противнику шансов на успешное вскрытие наших рубежей обороны и ведения подрывной деятельности обычными средствами именно поэтому все сотрудники о с по должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью и без колебаний без колебаний применять особые меры задержанным всех категорий помните враг хитер и коварен он в отчаянии и бросает в бой последние резервы однако враг все еще силен а крыса загнанная в угол наиболее опасна но что-то мне подсказывает что это все неправильно интересно сохранение отключено а вот здесь куда этот проход ведет на улицу но нам зачем на улицу да все понятно здесь можно было залезть по тихому всех обойти все ясно а патронов типа максимум только это не пистолетные патроны так вырубили свет здесь еще свет стоит так мы нашли метательный нож так это кидать мусор это зажигательное что-то это нож хорошо 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 так так ну патрончики патроны во-первых во-первых где яма и скорее всего тут контрольная точка так яма это самый низ через паровоз его охраняя то есть на паровозе стоят вот эти вот ребята хабар собирать не время не знаю насчет ямы туда идти точно не варик а вот сюда вот этого пацана вырубить вообще не вот как будто и нибудь вот этого вырубить точная ману нет там никого и быть не может эти же ворота наружу а если ты но тогда их стражи уже скарчить должны и нам всем спокойно и тоже не варик ритуал не знаю подозрительно все равно ты как хочешь а я тут еще спокойно через яму это за людей так во первых куда в этой яме идти свет вырубить надо точно вот там кто то есть группа а доложите готовность группа в продолжайте патрулирование двора и генераторной группа а проверьте зону ветряков потеряна связь что за хрень такая надо ремонтникам сказать бракам лет и конечно все понимаю как тем любите вот у меня ствол основной на а тут еще какой то есть такой же по картинке вроде такой такие же стволы так не пишите пожектор и палят в итоге опаде занять генераторную а вот и планка не придется геройствовать подождем пока они уберутся так что сиди смирно чтобы потом отдельная беседа будет за нарушение и и так где-то мы вылезли и это наверно на той стороне где надо но что делать дальше никто ничего не говорит не объясняет блять так шестер и так зайдись тихо тихо а вот тут термах наш братан сука вообще-ка не вот так все чисто молодцы вы добрались все с вами все в порядке да дочка спасибо дед блять так времени мало скоро охрана вернется я на паровоз он вроде как подготовлен вы давайте наверх включите поворотный механизм ну и по сторонам посмотрите на шум вся база сбежаться может значит пишите пиздец ну что это и сдох сразу круто блять скорее всего последняя точка сохранения загрузится какая-то автоматическая надеюсь это здесь будет не одна звук сп Hashter работали два с Нахера, не стреляют. Продолжение следует... Нахера ты выдаёшь. Продолжение следует... 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 Куда идти потом? Да что ты за своим кругом? Оп, и ныкаемся. Я и здесь посижу. Открывайте генераторы! Генераторы вытаскивайте! Чёрт! Что делать буду? Чё это за херня? Чёрт! Артём, не отпускай! И свалились. Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки! На платформе ручной привод есть! Артём! Пиши-ка тебе! Где? Сердце стучит. Как будто он ранен. Тема, помоги! Чё, помоги! Да всё нормально! А, я понял. Артём, давай сюда! Всё, давай вместе! Ручной привод, это заебись! Ещё! Ещё! Немного! И всё можно было сделать этого главного героя вообще не говорящим. Пошли! Пошли, пошли! Пошли, пошли! Отём, пошли! Набирай шок что ли! Убий! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались! Слепоуха. База, взяли машиниста с руки-осообщниками, приём. Понял, База, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь ни в своё тело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе всё разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята, это мы! Помогите! А ни на какого чёрта! Братём! Ребят, вы чё тут делаете? Вот тогда вы вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Чёрт! Чёрт! Это дурачок где-то ты! Так это правда? Ты на них работаешь? Они во тело стреляли! Они во тело стреляли! Помолчи! Как вы тут оказались? А впрочем неважно! Ты не представляешь во что вы влезли! Теперь куда ни кинь! Всюду клин! Ганза! Этого так не осталось! Наблюдатели не позволят! Нет уж! Я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ поклонник! Какая глушок! Люди! Из других городов! И тут их всех! Всех! Женщин! Детей! Потом объясню! Всё готово! Отец! Что там по железной дороге впереди? Да стой! Первого километра! Дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдётся? Найдётся! Только торопиться нужно! Они Хресин вызывали! Значит так, мужики! Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили! В Москву им сейчас возвращаться нельзя! А то по законам военного времени их... Ну вообщем мне увезти их надо, пока всё не уляжется! А вы оставайтесь! Слышь майор! Мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют! Я ни хера не понял, но за ребят буду драться! Артём, Аня! Это уже наших не бросает! Хороший! Если не мир, то кто? Ладно, спартанцы! Тогда этих забор ты полный вперёд! Артём, пошли люди! На свежий воздух! Спасибо ребятам, что поддержали! Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил! Двадцать лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны! А на самом деле, Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок! Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе! Мне! Да всем вообще! Всем! Так! Ух ты! И, как мне! Ух ты! И, как мне! Ух ты, я! Чёрт! Чёрт! Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! В противном случае будет открыт огонь на поражение Ох, сука, сколько же на нем брони навешано А пулеметом что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все справа вошел Это было последнее предупреждение Немедленно остановите локомотив О, черт, стыканик, порядок, царапина Все, черт, оправдываемся Но тормоза тут не к черту Ермак, начинай исправлять хлад Пусть думают, мы послушались Это ты правильно решил тормозить Сразу видно, разумный человек Гранатами мы им только краску поцарапаем А если изнутри? Рывчатки маловато Разве что всю в топку им засунуть Товарищ полковник, разрешите мне Добровольцев здесь назначаю я Пойдет Артем Почему Артем? Он эту кашу заварил, ему не разгребывать Вы че, обманулись? Артем, как притормози, прыгай Вот вы, вы выдаете Ты что ли, Яков Борис? Я, я Некуда там ехать, Мельник Ты не бывал дальше, а мы бывали Так а мы просто отъехать решили От эмоций лишних А вы сразу стрелять начали Остановлюсь Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам Сам понимаешь Это дезертирство Предательство Охренел, паскуда Тебя предатели? А если не предатель, куда паровоз ходишь? Прогуляться решил? У меня одно обещание Если не остановишь, значит завербовали тебя К хозяевам, значит, бежишь Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут Ты мне зубы не заговаривай Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой, правдой Гром шелели Врагу продался? Они нас за слад, а ты? Я всю свою жизнь и служил и служить буду Всегда Сейчас вдохну, если надо За Родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида А че делать-то? Че делать, блядь? Ехал все, спокойно Где топка у них? Слышал? Сейчас на счет Я как-то надеялся, что пойдет Как чего? Паракузово-то любит убрали Из Москвы-теры решили дать водоломер Больные что ли? Куда? А? Что такое? Вадь, сдаюсь! Сдаюсь! Только не убивай! Не убивай! Где топка? Так, это сюда надо было зайти Спокуха, заметка На официальное письмо По-любому этого не было Сотрудство станции Кольцевой линии Казначейства Командиру ОВМХБ Кто знает, что это такое? Таубман Подполковнику Подполковник В настоящем Я утверждаю Выдачу 6000 заводских патронов 762 В лентах По 200 штук Согласно Подданной вами Заявке 764-35 Тем не менее Выдужен Напомнить О том Что если выдача Вам Этих Ассигнований Сверхбюджета Не принесет успеха Последствия будут Для вас Исключительно Неприятными Ваши операции Не лишены Некоторого изящества Из-за чего Обычно Оцениваются Положительно Постоянно Выходят За рамки Утвержденных Смет Настоящий Овердрафт Предоставляется Вам Исключительно За счет Кредита Доверия При условии Проведения Обстоятельной Проверки Вашей деятельности К ближайшему Заседанию Управления Надеюсь Вы понимаете Что положительных Результатов Проверки Вы можете ожидать Только если Дополнительные Вложения Полностью Окупятся Подпись Воложковский Казначей Урлот Какой-то Так Кругому Надо туда Так Все Забираем Сближаемся Блядь Сближаемся Тринадцатый Быстро Сближаемся Тринадцатый 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 Продолжение Ваше время Истекло Полковник Мельник Мы Вспавляем Ход Дормозами Чёрту Не волнуйтесь Мои люди Помогут Вам Разобраться Гермак, готовься тормозить. Внимание! Давай! Гермак, готовься быстрее, шутки кончились. Что? Дормози, тормози! Дормози, тормозите, суки! Ох, тормоза доработали. Ах, ты сволочь! Надо было сразу тебя бросок! А чего стал-то? Шивьем, брат, приказать. Оставить, дорогие! Доработать на подождение! Твоих сусарев порталевали! Ты не дружай! Я тебе не дружу, а я тебе не дружу! Ты мне попался! Рюно, как попался! Ну, сука! Ну, всё, теперь ты доиграл. Теперь и тебя, и приквачи твоих, и дочку твою уже никак не тердят! Как собак бежен! Ах, вы уютки. Внимание. Давай. Здесь вдоль его. Артём, быстрее, суки, каркереть. Что? Дормози! 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 Дормози, суки! Дормози, чё суки! Ах, ты сволочь! Надо было сразу тебя, Рашко! А чего стал-то? Живлём, брат, ребята! Отстань! Блин, ты не забавил его, что ли? Обычно, блядь, ползут где-то. Я к тебе костюм лезю. Слева-ка! Протопойте! Ну, сука! Ну, чё! Где ты играл? Не стреляй! Не стреляй! Я просто КЧК! Я не стреляю! Слева-ка! Пулю-инхюрент! Лично, лично тебя пристрелю! И не забилось в роту твою! Готина кромая! Отстань исповедиуме! Врешетай всех! Огонь! Огонь! Артём, скорее-нас, сейчас клоски разлезут! Первый раунд. князь красава как бы и отвалиться мог все они будут взрываться сейчас это было опасно слава богу то что сердце нужно просто так и должно быть или бак может такой поздравляю теперь мы не просто предатели а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся получаемся получать и получаемся мы стоим сотни километров от москвы стоим и проверяем дозиметры потому что все они показывают почти нормальный фон будто сговорились но это потрясающая новость никого особо не радует ребята не понимают что делать дальше а лично я жду ответов на вопросы и надеюсь что командир которому я до сих пор доверял безоговорочно будет очень убедителен в этих ответах это уж точно чистый воздух счетом стоит километров глушилки 0 километров чистый воздух и вот какие-то города рязани воскресенск москва поехали что приумели мы сейчас на развилке все недоумевают куда дальше вперед или назад налево или направо да примерно этого я от тебя и ожидал но суть передана верно что твой счетчик тоже в норме точно перепроверили да точно фон в норме и у степана тоже норма на дозиметре можно дышать без масок так значит не врали кто кто не врал почему ты молчишь что это за люди пытались нас убить почему они стреляли в тебя ты же глава ордена объясни наконец хоть что-нибудь хорошо начну с главного война не окончена то есть как это не окончено не перебивай большая часть городов уничтожена уцелевшая часть стороны вероятно оккупирована противника чтобы избежать нового удара командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни для обеспечения маскировки был разработан план щит сеть станции радиоподавления покрывающие территорию москвы чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навретли на нас новые боеголовки и одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих а раньше сказать было нельзя когда артём с рации ходил за своими рентгенами мечтой нет нельзя я сам доступ получил полгода назад под грифом расскажешь сдохнешь ребятам я убрал что метеостанцию охраняем Федрослав Константинович если нельзя назад как насчет вперед и есть мысль но Артём чем молча глазами сверкать проверь лучший эфир на длинных волнах из зоны действия глушилок мы уже наверное выехали так что постарайся ищи позывной ковчег понимаешь теперь почему в глазах командования мы предатели вывели из строя глушилку расстреляли охрану уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы тут и трибунал мне нужен дороги домой нам нет а раз так надо двигаться вперед что еще за командование командование обороны Москвы слышу про невидимых наблюдателей не сказки это они и есть уверен что они Москву защищают они свои задницы и что за ковчег если Артём поймает позывные все узнаешь а если нет то и говорить не о чем какого хрена вы разбазарились я тут поймать пытаюсь позывные что делать милости прошу да есть найти место куда людей из Москвы вывести как Артём мечтал врагу всех сдать отличная идея какому врагу делай пока решать наши проблемы а не всей Москвы ладно как там дела Артём не нашел пошел бы если бы заткнулись целый мир целый мир и в нем можно жить ну сколько можно здесь нормальный фон да дышать можно а осадки и что осадки в Москве ты и дышать нельзя и кто здесь живет мы не знаем как они встретят нас опять не знаем что они сделают узнав что в Москве есть выжившие снова не знаем дед да ты ваще в тема пищей должен быть сигнал интересно вот через сколько они напиздят что он тоже щепка представь себе да если выбирать приходится между жизнью одного человека как бы он дорог тебе не был и жизнью всех ты понимаешь всех жителей метро о чем тут вообще думать как там Артём ищешь давай работай да я вас слушаю интересно же блять ты и про меня тоже сказал бы вот интересно сколько они записали диалогов я всю свою жизнь положил на то чтобы метро выжило понимаешь всю жизнь дед да все понятно сядьте посидите уже я ни секунды не колебался бы и сейчас пойду на все чтобы защитить метро сука деду пусть даже меня там ждет расстрел слишком много жизней на кону слишком многими жизнями мы уже заплатили чтобы теперь колебаться слишком прости я не хотела вот так ну надо же определиться куда мы доедем если вот так начали если с самого начала только врем друг другу и спорим а чего ты у меня решила спрашивать теперь от Артёма зависит куда мы доедем если он найдет нужную чистоту если они живы ну что Артём поймал вещи должен быть сигнал пиздец все наконец-то теперь пока ничего Артём как же так должна же быть передача да и не мы России все встань постой уже так все бабаниши не горит хорошее ну что Артём ищи должен быть сигнал да ты ж дурачок что ли или что у тебя сядь посиди на тумбушку ну что Артём поймал ищи должен быть сигнал как там Артём ищи давай работай что-то две сотни блять дурачок вот ты сука почему деда запрограммировал ищи давай работай дед в натуре сядь сука из этого тупого деда приходится быстрее искать а пока ничего Артём как же так должна же быть передача перебонись а это немцев каких то слышно ну что Артём ищи должен быть сигнал ну что Артём поймал пиздец ищи должен быть сигнал пиздец как там Артём ищешь давай работай ну что Артём поймал ищи должен быть сигнал пиздец 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 пока ничего Артём как же так должна же быть передача поищи еще как там Артём ищешь давай работай Ебать, что это? Квадрат 18-5, повторяй, появляется общий сбор, точка сбора, код 1811-77, а, гора ему там, и ясно, ваш руд вырисовывается примерно такой, вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город, огромные запасы техника, лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там всё руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что всё было не напрасно. И всё изменится, всё, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщиной там, кстати, как ситуация? Орвы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Пиздец. Ещё лучше. Да ну! А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Тогда забрось! Забрось! На лунатури. Думаю. Артём. Артём, давай на карту-то посмотрим. Умел бы ты базарить Артём. Ну, от метра их хватит, пожалуй. Норморок полный вперёд! Есть! Пойду и я! Жалось! Ничего себе! Маршрут! Сколько же нам туда ехать? Ну-ка, давай-ка. Как ты, Лёша? О, Михалечка! Залой работа стрелу в сердце! О, Мира! А получил от гибридного мужика пулю, но мимо! Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю! Точно! А шрамы только украшают мужчину! О, а там впереди барыши, небось, ого, сколько! И чё это? После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Её дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберёмся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберёмся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придётся прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Действительно интересно, каковы шансы были бы. И что? Где что нажать? А как выйти-то, э? Или это загрузка такая? Окупанты, мост. 8 марта, 23 февраля. 22 февраля. Глушилки. Удерживать пул. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... Тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Да, вот и зажать. Костёр! Люди! Там люди! Тормозите! Сиграем! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем в руку! Общий сбор! Огневой контакт! Так, вон там далеко мост. Вот тут какая-то церковь. Так, где что ещё? Вот тут чё-то. Крам. Блять. Пистолетик. Патрончики. Сюда. Насколько всё плохо. Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятье. Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичьё какое-то. Старичьё? Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть барб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантий нет. Но, вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка, взять ещё лучше. Аня, прикроешь его. Есть. Может и я с Артёмом, как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберёмся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может здесь. Может больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Пошли, Артём. Ставим периметр. Есть. Так точно. Принято. Принято. Прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Нормально. Я как ненадежный. Я этого не говорил, сэм. Всё. Отставить разговоры. Всё нормально, брата. Чё ты бей? Всё будет чётко. Короче, надо закругляться. И потом уже всё начинать тут разведливать. Вроде как самое начало игры. По часикам поиграли. Посмотрим, чё дальше будет. Так, как там сохраниться-то? Быстрее сохраним. Быстрее загрузка. Сохранимся ещё. Оп. Всё. Ну-ка, если загрузить. Так. Это вот это, получается. Крайняя, сверху. Да, всё правильно. Всё. 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 Всё.